Упанишады с комментариями Введение. Суть древних священных текстов. Упанишады являются частью древнейшей индийской литературы, называемой ведами. Веды создавались на протяжении долгого времени, возможно, несколько тысячелетий до нашей эры, а их точное происхождение и авторство остаются неясными, просто приписывают неким древним мудрецам или риши. Веды состоят из четырех основных частей – ригведы, самоведы, яджорведы и адхарваведы. Каждая из этих частей содержит гимны, ритуалы и философские дискуссии, которые образуют основу индуистской религии и философии. А Упанишады являются частью вед и часто называются ведантой или концом вед и представляют собой философские дискуссии о природе Бога, Вселенной и человеческого бытия. В них можно найти множество тем для обсуждения, включая концепцию трансцендентного, превосходящего Вселенную и имманентного, присутствующего внутри Вселенной, Бога. Идеи о карме и реинкарнации, понимании природы, разума и сознания, идеи о духовной практике и медитации и многое другое. Слово Упанишад происходит от санскритского корня, который можно перевести как «сидеть рядом с учителем». Это указывает на их форму передачи знаний, когда ученики в монастырях или уединенных местах на природе рассаживались вокруг своего гуру и слушали его лекции. Упанишады представляют собой сборник диалогов, вопросов и ответов между учителем и учениками, а также размышления и притчи. Они стремятся раскрыть глубокие вопросы о природе реальности, человеческого существования, смысле жизни и природе божественного, заставляют задуматься над важными вопросами мироздания. Кто есть знающий? Что заставляет мой ум думать? Есть ли у жизни какая-то цель или она управляется просто случайностью? Откуда появился космос? И прочие. Они исследуют концепции как абсолютной реальности, брахман, так и индивидуального сознания, атман. Упанишады также обращаются к различным практикам и дисциплинам, таким как йога и медитация, для достижения осознания и самоосвобождения. Важными темами в трактатах являются карма, закон причинно-следственных связей, сансара, цикл рождений и смертей, мокша, освобождение от цикла сансары, а также различные метафизические и космологические концепции. Точное число Упанишад не установлено, но некоторые ученые считают, что их насчитывается не менее двухсот. И долгое время считалось, что среди них есть секретные. Однако некоторые Упанишады можно назвать менее известными из-за своей истории и происхождения. Ведь в прошлом эти тексты передавались в устной форме от поколения к поколению, и некоторые ветви знания могли быть сохранены только в определенных регионах или у группы инициированных учеников и учителей. Это и могло создать впечатление, что некоторые Упанишады являются секретными. Однако с распространением письменности и возможности сохранять тексты большинство Упанишад стали доступными для изучения и интерпретации. Они изучаются в индуистских учебных заведениях, доступны для чтения и исследования учеными и всеми, кто интересуется этой темой. Упанишады считаются самыми ранними философскими текстами в истории человечества, возникли примерно в период с VII по V век до н.э. то есть это около 2,5-3 тысяч лет назад. Они древнее Библии. Появившиеся трактаты сначала передавались из поколения в поколение в устной форме и только позднее были записаны. Их содержание изначально знали только брахманы, религиозные и образованные слои индийского общества, которые занимались их изучением и передачей знаний. Авторами Упанишад были известные мудрецы и учителя того времени. Самыми известными текстами считаются Брихадараньяка, Иша, Кена и Чандогья. Вот краткое описание каждого из них. Брихадараньяка — это Упанишада представляет собой одну из самых длинных и философически значимых Упанишад. Она содержит обширные диалоги и метафизические рассуждения о природе Брахмана, Вселенной и человеческого существования. Иша — самая короткая и в свою очередь акцентирует внимание на идее, что Бог присутствует во всем и что все вещи во Вселенной взаимосвязаны. Кена — посвящена пониманию природы Бога и духовной истины, а также исследует вопросы о природе познания. Чандогья предлагает углубленное изучение метафизики, ритуалов, медитации и духовных упражнений. Упанишады продолжают оставаться значимыми в современном мире и используются в различных областях и практиках. Первое — духовные практики. Упанишады предлагают ценные учения и практики для духовного развития. Их принципы и методы медитации, самоанализа, самоосознания и саморазвития используются людьми для достижения внутреннего покоя, осознания и духовного роста. Они призывают нас задавать глубокие вопросы о природе нашего «я», о том, кто мы есть за пределами поверхностных идентификаций. Второе — философия и этика. Учения Упанишады предлагают такие ценности, как ненасилие, сострадание, искренность, справедливость и доброта, которые способствуют гармоничным отношениям и этическому поведению. Третье — источник вдохновения. Упанишады являются источником вдохновения для многих философов, духовных учителей, писателей, художников и музыкантов. Их глубокие учения и метафизические концепции вдохновляют творческое мышление и помогают людям найти глубину и смысл в своей работе. Назовем самых известных из них. Николай Рерих, 1874-1947 годы жизни. Выдающийся русский художник, писатель, путешественник и мыслитель, который находил вдохновение в индийской культуре и философии, включая Упанишады. В качестве основателя и последователя учения Агни-йоги, также известной как «Живая этика», он в своих трудах неоднократно обращался к идеям, изложенным в этих древних текстах. В его трудах, таких как «Сердце Азии», «Алтай Гималайи» и «Шамбала», мы можем видеть влияние Упанишад и других восточных духовных традиций. Рерихи и Николай и его жена Елена также создали обширную серию книг по «Живой этике», многие из которых отражают влияние Упанишадической мысли, хотя и не цитируют их напрямую. Махатма Ганди, 1869-1948 годы жизни. Великий политический и духовный лидер Индии, который глубоко уважал и вдохновлялся учениями Упанишад. Они оказали огромное влияние на его личную философию, а также на его политические и духовные взгляды. Одним из ключевых учений Упанишад, который Ганди применил в своей жизни и работе, было учение о ахимси, или ненасилии. Этот принцип, который Ганди развил философию сатьяграхи, держаться за истину через ненасилие, стал основой его бескровной борьбы за независимость Индии. В своем автобиографическом произведении «Мои эксперименты с истиной» Ганди часто ссылается на индуистские скрипты, включая Упанишады, как источник его вдохновения и мудрости. Вот лишь одна цитата. «Жизнь отдельного человека в значительной степени зависит от его мышления. Это учение Упанишад я пытался применить в своей повседневной жизни». Конец цитаты. В его письмах, статьях и речах также прослеживаются отсылки к духовным учениям этих индийских трактатов. Например, в письме к другу Ганди писал «Истина, которую Упанишады называют непостижимой, на самом деле проникает во все проявления жизни. Это ключ к пониманию мира и самого себя». Конец цитаты. В одной из своих речей Ганди сказал «Упанишады учат нас, что истина не может быть постигнута без самоотверженности. Это истина жизни, внутреннее знание, которое должен искать каждый человек». Конец цитаты. Ганди также часто упоминал и учение Упанишад о неделимости Вселенной. Цитирую. «Мы все связаны невидимой нитью. Мы все являемся частями одного целого, как учат Упанишады. Эта идея была основой моего концепта ненасильственного сопротивления». Конец цитаты. Алдоус Хаксли. 1894-1963 годы жизни. Известный английский писатель и философ. Он в своем знаменитом романе «О дивный новый мир» делает отсылки к концепциям, изложенным в Упанишадах. Цитируем. «Возможно, универсум внутри нас, в глубинах нашего сознания, как учат Упанишады, больше, чем внешний мир». Конец цитаты. В другой своей книге «Вечная философия» Хаксли явно ссылается на Упанишады, представляя их как один из источников универсальной перинеалистской философии, вечной и универсальной мудрости, которую он видит во всех крупных религиозных и философских традициях. Он цитирует, например, следующую строку из Чандогия Упанишады. «Татт вам аси, ты — это Атман, сам Вселенная». А в книге «Остров» Хаксли включает многие концепции, изложенные в Упанишадах, включая идею о том, что весь мир пронизан Брахманом, Вселенским Духом. Один из его персонажей говорит, Брахман — это Вселенная, и все в нем. То есть все, что мы видим, слышим, осязаем — это Брахман. Это учение Упанишад. Карл Густав Юнг, 1875-1961 годы жизни. Один из основателей психоанализа и творец теории коллективного бессознательного, также был знаком с учениями Упанишад и других восточных философских и религиозных традиций. Юнг считал, что эти учения могут быть очень полезны в понимании человеческой психики. В работе «Психологии и Восток» философ пишет, «Я признаю величие восточной мысли, особенно в учениях Упанишад, которые имеют особое значение для психологии, поскольку они антиципируют многие открытия глубинной психологии». Конец цитаты. В отношении коллективного бессознательного Юнг считал, что его концепция общих архетипов, основных символов и образов, которые присутствуют в мифах и сновидениях людей всего мира, находит отражение в учениях Упанишад об универсальности человеческого опыта. Понятие «атмана» или «внутреннего я» в Упанишадах совпадает с его пониманием индивидуации, процесса становления собственного «я», неповторимой и уникальной личности. Он также писал, «Я встретил учения Упанишад в моих мечтах и сновидениях. Это заставило меня вникнуть в их суть и понять, что они олицетворяют вечные истины, которые могут быть открыты в подсознании каждого человека». Конец цитаты. Роберт Опенхаймер. 1904-1967 годы жизни. Физик-ядерщик, один из ключевых ученых в проекте «Манхэттен», во время которого была разработана первая атомная бомба. Изучал древние индийские тексты, включая Упанишады и Бхагавадгиту. Его интерес к восточной философии и религии был настолько велик, что он даже изучал санскрит, чтобы читать эти тексты в оригинале. Опенхаймер часто говорил о влиянии этих текстов на его мировоззрение и восприятие науки. В интервью после взрыва первой атомной бомбы он процитировал стих из Бхагавадгиты. «Сейчас я стал смертью, разрушителем миров». Чем отразил свое восприятие силы атомной энергии и последствия ее использования. В своих письмах и беседах Опенхаймер неоднократно заявлял, что индийская философия, в частности Упанишады, дали ему глубокое понимание природы реальности и взаимосвязи всего сущего. Например, учения Упанишад о том, что все во Вселенной происходит из одного источника, Брахмана, имеют отражение в квантовой физике, которую изучал Опенхаймер, где все частицы взаимодействуют и влияют друг на друга. Однако следует отметить, что эти знания были для ученого не столько практическим инструментом в его работе, сколько моральным и философским ориентиром. Они помогли ему в понимании последствий его научной работы и этических вопросов, которые она поднимает. Артур Шопенгауэр. 1788-1860 годы жизни. Известный немецкий философ считается одним из первых западных мыслителей, кто серьезно занимался изучением восточной философии, включая Упанишады. Он считал их и другие древние индийские тексты источником великой мудрости и отмечал их влияние на свои собственные идеи. В «Мире как воли и представлений» Шопенгауэр пишет. «Самые удивительные и утонченные метафизические учения принадлежат индийцам. Их учения могут быть найдены в Упанишадах и в философии Веданта. Он часто упоминал Упанишады в своих работах и говорил, что они представляют собой самый высокий продукт человеческого знания и мудрости. Одной из основных тем в философии Шопенгауэра является концепция мира как воли и представления. Эта идея имеет сходство с учениями Упанишад о природе реальности. В Упанишадах говорится о двух уровнях реальности – Брахмане, абсолютной реальности, и Майи, видимом мире, который является иллюзией или представлением Брахмана. Это находит отражение в философии Шопенгауэра, где мир представлений является миром, как мы его воспринимаем, а мир воли – это фундаментальная реальность, которая лежит за нашим восприятием. Шопенгауэр часто цитировал Упанишады, чтобы поддержать свои аргументы и иллюстрировать свои идеи. Он использовал их, чтобы обсудить темы, такие как смерть, желание, страдание, отречение и освобождение, и понимание природы реальности. Все это были ключевые темы как в Упанишадах, так и в работах Шопенгауэра. В своих работах философ также уделял большое внимание концепции страдания и его роли в человеческой жизни. Это, в свою очередь, коррелирует с учением Упанишад о цикле рождения, смерти и перерождения, сансара, где страдание является неотъемлемой частью жизненного опыта. Он писал, «Всякий, кто живет, следовательно, страдает. Только отречение, отказ от воли к жизни приводит к избавлению от страдания». Конец цитаты. Это напоминает учение Упанишад о достижении мокши или освобождения через отказ от материальных привязанностей и познания абсолютной реальности, брахмана. Таким образом, можно сказать, что Упанишады оказали значительное влияние на Шопенгауэра и его философию, став важным источником вдохновения и мудрости для него. Продолжение следует... Продолжение следует...